С нами на связи Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Добрый день. Вот в сюжете мы видим, да, ребята собирают тела погибших российских солдат, ну, которых свои просто бросили, да, на съедение птицам и собакам. Вот сколько таких брошенных трупов может быть, например, в вашей зоне ответственности? Я помню, как вы рассказывали о том, что ежедневно гимнят только на одном направлении до сотни иногда, и больше даже врагов. Вот из других источников я слышал о том, что вот этих убитых так много, что оккупанты иногда просто пытаются наступать в прямом смысле по телам своих товарищей. Это действительно так? Да, абсолютно. Культура какая-то, поведение, не только какие-то вообще гуманитарные начала, а у них очень слабы как по отношению к своим военнослужащим, так и к нашим. Мы это абсолютно террористическое государство. Тоталитарное, небрежно относящееся к любой жизни. Соответственно, их не служащие, или тем более бывшие зэки, это абсолютно пушечное мясо, на котором они не ведут счета особенного. Единственное, что можно обратить на это внимание, если есть нехватка личного состава, это единственное, что их тревожит. Поэтому я думаю, что счет на этих полях идет на тысячи. И когда только будет возможность в относительно мирных условиях, как вы показывали в Харьковской области, делать идентификацию, я думаю, что мир ужаснется, увидев эти поля, усеянные оккупантами. На прошлой неделе, кстати, была информация очередная, что с тех мертвых россиян, которых все-таки подобрали, россияне снимают форму и выдают ее мобилизованным. Часто эта форма бывает с простреленными или порванными осколками, фрагментами, залитой кровью, мол, отстираете. Слышали вы о таких фактах? И вот интересно, знаете, как им одевать на себя одежду мертвеца? Ну, нехорошая примета, правда? Ну, им уже не до примет, когда просто, особенно в холодное время, в холодную пору, когда нечего одеть, они сами раздевали, когда забирали свои тела своих убивших товарищей, они сами забирали одежду, потому что не особо у них весело с этим поставками. Когда ты рассчитываешь войну на три недели и на количество, по-моему, сколько у них группировка вторжения была, 170 тысяч, да, и когда она, по сути, вся уничтожена, 180 тысяч на сегодня дали только убитыми, наш генштаб больше 180 тысяч. И прошла мобилизация, и все это надо одеть, обеспечить. И когда бросились к складам долгого хранения, да, то оказалось, что, как всегда там, что если не продали или украли, да, то сделали очень халатно. И мы увидели, я помню, даже когда я возил журналистов после Харьковской, после Лиманской операции, и, по-моему, с британскими коллегами мы подошли к убитым нескольким оккупантам, и они говорят, какая у них ужасная форма, я говорю, ну да, это, я и говорю и на эту еще, наверное, очередь, потому что не очень с обеспечением у них идет, и вот знаете, мне кажется, что, знаете, вот у нас их называют ватники, да, те, кто приверженцы русского мира, потому что вот эти, во время победа бесия любители одевать этот времен сталинских ватник, да, автор Второй мировой войны, но мне кажется, что вполне может быть, что для них будет и этот ватник за счастье в землю пору, судя по тому, как Шойгу нашил им, какого качества обушлаты. Ну, думаю, что на самом-то деле форма для них есть, или, по крайней мере, деньги на эту форму были, просто все уходит, скорее всего, не по адресу. Ну и зачем им, правда, все равно ведь в поле гнить. Да, она очень некачественная. То, что мы видели, форма, она очень некачественная. По сравнению с украинской формой, она очень проигрывает. Я не говорю уже там про более развитые страны НАТО. Часть формы, которая тоже нам была передана, тоже у нас есть, то есть они очень уступают. Вот эти так называемые зеленые человечки, разрекламированные, которые в 2014 году, они очень похвалились, они же, по сути, в боевых действиях не принимали участия. Соответственно, они ходили такие, как будто красивые, там, на этих картинках. Когда дошло до реальных боевых действий, форма-то и горит, она не держит тепло, и, соответственно, низкого качества. Судя по всему, вот, испробовать на себе некачественность этой формы смогут вскоре очень многие россияне. Вчера в России приняли закон о рассылке повесток через ресурс госуслуги. Многие эксперты в нашем вчерашнем эфире предрекали, что мобилизация, скорее всего, перекинется на большие города в связи с этим. И сегодня, в буквальном смысле слова, у этих людей есть последний шанс уехать из страны, пока вот железный занавес окончательно не опустился. А дальше что? Только смерть в чужой стране или тюрьма, да? Вот другого выхода не будет. Вы согласны с такими выводами? Абсолютно. Это Путин попал в Тутванг. У него, что ни шаг, он все равно делает ситуацию хуже. И эта мобилизация не исключение. Он, как всегда, он патологически врун. Он обещал, что не будет дополнительных мобилизаций. Он обещал, что срочников не будут брать. Но по заявлениям экспертов, что и то, и другое будет. Будет и мобилизация, и срочники пойдут в ход. Потому что, как недавно говорил, по-моему, глава ЦРУ, он сам себе не может признаться, что он проиграл глобально. И всем вокруг уверяет, что он сможет победить и в Украине, и Запад даже, по-моему, переиграть. Поэтому понятно, что... Ну, плюс они прокручивают у себя нарративы. И, возможно, как самонавеивание такое, что мы русские всегда такие. Мы там до Москвы доходим. Мы как бы нас бьют, бьют, бьют. А мы собираемся силы. А вот как покажем, долго запрягаем, быстро едем. И вот все вот эти нарративы, которые, конечно же, абсолютно не сыграют в этой истории. Потому что Сталин, он делал индустриализацию страны варварскими абсолютно методами. Но он сделал это. Промышленность. Он все-таки, пусть такими экстенсивными путями, но заставлял работать и производить какое-то оружие. Путин, он абсолютно бездарь и безтолочь. Он, как государственный управленец, имея сумасшедшие доходы от нефти и газа, даже именью сумел распорядиться. Сердюков и Шойгу разворовали. Все, в том числе то, что шло на оборону. И промышленность у них там не производить быстро танк, ничто не может. Соответственно, эти орды новомобилизованы, когда будет просто какое-то ополчение, ППШ им дадут, я не знаю, там трехлинейки, дубинки, может, кому-то. И он надеется, что, как всегда, что закидаем личным составом, и все будет хорошо. Но тут не тот случай, потому что мы готовим свой личный состав профессионально, тот резерв, который сейчас готовится. В том числе он готовится под руководством лучших инструкторов, ведущих стран НАТО, таких как Великобритания, США, как Германия. Даже вот сейчас австралийцы и новозеландцы, кажется, начали готовить, которых очень хороший опыт тоже в тот же афганской компании. Плюс на новой технике. И еще главное то, что очень огромное количество украинских бойцов и командиров имеет боевой опыт, начиная с 2014 года. Всю эту войну многие прошли, особенно командиры среднего и высшего звена и командующие. И, соответственно, это то, то, что им никогда не удастся сломать и перебить никаким своим мобилизационным рывком. Проставить всегда полюбить армии. Да, вот вы сейчас сказали о подготовке наших военнослужащих и как страны. Многие страны принимают участие в подготовке наших солдат, наших офицеров. У нас есть вот видео. Я хочу, чтобы сейчас вот мы вместе с вами и зрителями посмотрели фрагмент, как наши воины, которые прошли обучение Великобритании, покидали полигон. Но вот, честно говоря, вот когда говорим, да, вот уважение воинской чести, вот о всех тех вопросах, да, которые вот существуют между офицерами, как они относятся друг к другу, как относятся к нашим военнослужащим, те же британские офицеры, те же британские солдаты. Вот здесь все видно. Давайте попрошу режиссеров показать вот этот фрагмент, как наши воины покидали полигон Великобритании. Вот наши ребята, да, вот машут рукой, а весь личный состав от полигона, все солдаты, все инструкторы, они просто выстроились, как мы видим, в шеренгу и отдают честь нашим военным. Вы видели это видео, Сергей? Да, это Британию показывает как раз как очень мощную страну и в военном плане, и в плане военных традиций. И вообще традиции чести, традиции достоинства, традиции таких, знаете, это же одна из главных стран, помню, хартию вольностей, да, от которой пошли все свободы демократические, и это у них традиция во многих отношениях, в том числе к воинской службе, очень большая. И это большой респект им за то, что они вот так наших ребят провожали. И на самом деле это же ковалось, а не за один год. Наши же военнослужащие вместе с британцами были на огромнейшем количестве как военных учений, так и стабилизационных натовских миссий или международных коалиций, как в Ираке, например, или в других, или в Косово, в других миротворческих стабилизационных миссиях они воевали вместе, они прошли огромное количество учений совместных. Британцы основали, я сейчас могу ошибиться, по-моему, в 2015 году миссию Orbital, где тоже тысячи украинских военнослужащих прошли обучения, которых обучали лучшие британские инструкции. Поэтому наше боевое такое братство, оно уже насчитывает десятки лет. И я думаю, что после этой войны мы только будем укреплять его и всегда будем помнить, кто одним из первых нас поддержал. И я думаю, что наши коллеги британские из других стран потом уже изучают, и потом будут еще более углубленно изучать наш опыт, потому что он для них сейчас бесценен. Такой войны огромной не было со времен Второй мировой с таким количеством использования артиллерии, с таким количеством использования беспилотных летательных аппаратов, что, по сути, когда во время войны используется одна из крупных сил, которые противодействуют, это, по сути, террористическая угруппировка, которая насчитывает несколько десятков тысяч человек. Последний раз такое это было ИГИЛ. Если помните, что там тоже бывшие офицеры иракской армии, это как сейчас Пригожин брал как раз у бывших спецназовцев, сначала к себе брал из ФСБ, Росгвардии, армии российской, и потом уже еще дополнили их зэками. Это очень похоже, как в ИГИЛ, только они тоже там брали бывших садаманских офицеров, а фанатиков мусульманских и там других преступников они просто их наполняли. Поэтому это тоже, сейчас, когда на поле боя тебе протестает один из элементов таких, это тоже все изучают, что ни у кого такого опыта не было. И поэтому я думаю, что в дальнейшем только построение какой-то надежной системы европейской безопасности, возможно, в рамках НАТО, возможно, это будут какие-то модернизационные процессы, но оно обязательно, чтобы такое варварство, как мы видим, вот это тоже показывали недавно с отрубленными головами, в Европе, в 21-м столетии, чтобы оно уже, помните, как никогда снова, я думаю, что сейчас оно еще более актуальнее, потому что, когда люди все тянулись к прогрессу, к развитию, все больше людей имели доступ к медицине, к благам, особенно в Европе, и это сейчас стараются опять все вернуть вспять, и какой-то неофеодализм, конечно, что для его... Конечно, да, согласен, это ужасно, и мы с вами еще обязательно вернемся к этому вопросу, и хотел бы подтвердить ваши слова по поводу нашей, нашем взаимодействии с Великобританией, мне пришлось, как военному журналисту, еще в 98-м году побывать на вот этом полигоне, который показывали, это были учения «Казацкий степ», и тогда уже вот Великобритания принимала участие в обучении наших солдат, и то, что сейчас продолжается, это действительно продолжение вот той большой истории сотрудничества, но я предлагаю, давайте вернемся еще к российским повесткам, с которых вот фактически мы начали, знаете, они вот, судя по всему, понимают, что вот делают что-то не то, и народ вот-вот взорвется, вот пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков начал успокаивать, да, вот публику, он сказал, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, причем он сказал это, отвечая на вопрос российских СМИ, которые спрашивали не опасается ли Кремль, что принятие документа вызовет панику и новую волну иммиграции, да, то есть они уже обеспокоились, Песков сказал следующее, цитата, нет абсолютно, потому что это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом, и все вот так прямо взяли и поверили, да, ну конечно, ну вы же понимаете, все же идет, рыба гнет с головы, тут Путин абсолютно тупица, он же там был троечником в школе, только как дзюдоисты его протянули в университет, на юридический факультет, где он только на соревнованиях ездил, оценки за него ставили автоматически, в КГБ абсолютно он ничего не сделал, никакой карьеры, только за взятку там в Дрезден выехал, возглавлял дом культуры в рамках этого немецко-германско-советской дружбы типа, и вот поэтому если бы он более грамотным был, изучал, если бы он не разогнал от себя даже тех, которые возле него все-таки были разумные советчики, то он бы понял, что вот эти солдатские массы плохо организованные с пьющими бестолковыми командирами, слабо одетые, слабо накормленные, получающие постоянно от врага удар, это прямая аллюзия на 1917 год, и вы вспомните эти солдатские комитеты, помните, когда они организовывались и начинали с того, что вешали своих офицеров, вот, и он, наверное, хочет, он уже говорил, можем повторить, вот, мне кажется, он не думал, что он может повторить, вот, наверное, вот именно такой путь он может повторить, когда вот эти просто сотни тысяч будут разобраны, младших командиров на них не хватает, оружия не хватает, техники не хватает, провианта не хватает, одежды тоже, представьте, какая это прекрасная революционная масса, если не получается у них через гражданское общество, да, запустить какой-то процесс, то вполне возможно они запустят через вот это их... Через гражданскую войну, да? Да. Ну, похоже, уже, что и заключенных не хватает, вот, основная пробивная сила Российской Федерации, да, это вагнеровцы, которых не жалко. Вот вчера в нашем эфире Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, говорил, что на их направлении вагнеровцев уже не наблюдается. В эфире национального марафона вы сказали о том, что и на Лимонокупинском направлении, если они вот не наладят снабжение личного состава, они изменят тактику, то на фронте их, ну, хватит на месяц-два, да? В чем тут дело? Вот заканчиваются заключенные, не хотят подписывать контракты? Или вот показали, что штурмы Вагнера просто бесполезны? Ну, вы знаете, Россия как тоталитарное государство, у них столетиями была субкультура вот эта тюремная, в том числе быстрая передача информации, казалось бы, в таких тяжелых условиях. И поэтому по этой зэковской связи везде в тюрьму уже пришло оповещение, что процент выживающих вагнеровцев он слишком мал, чтобы пробовать даже таким отчаянным, как сельдельцам, военнослужащим пробовать судьбу испытывать. И, соответственно, очередей уже нет. Если в первых они там сманивали тем, что вот ты шесть месяцев продержись, а потом все, какая бы статья тяжелая не была, тебе все списывают, лучше, чем тут сидеть, то когда сам Пригожин, наверное, не от большого ума показывает вот эти огромные кладбища, возможно, мы видели это видео. Да, Да, уже девять таких насчитали по всей России. То он в морге в видеоделах, то в кладбище. И это все доходит через телеграм-каналы, через другие вещи, плюс по сарафанному радио. Поэтому у них сейчас с этим очень большие проблемы. Они пытались где-то в спортзалах агитировать, чешно, но люди, все-таки, как бы ни закрыто было общество, 21-е столетие, интернет, и доходит информация, что это путь в один конец. И, соответственно, у них нету сейчас такого плюсы. Ихние конкуренты, Шойгу, Герасимов и другие, его там, губернатор Санкт-Петербурга, они делают все, чтобы ему ограничить эти возможности, так как и считают его своим конкурентом и человеком, который очень в оскорбительной форме об них отзывался. И вот все это вместе, и плюс, и самое главное, огромнейшие потери ежедневные, которые идут всегда больше сотни, это фактически последние недели. И это только убитыми, а куча раненых, которых тактическая медицина у них тоже никудышная, и отношения к раненым тоже не очень лояльны. Поэтому это все вместе мне дало возможность предположить, что если они ничего не поменяют, если они не найдут возможность обновлять свой личный состав, что у них, по сути, единственная ударная возможность, единственная ударная сила, это сам личный состав, который малыми группами пытается изнеможить нашу оборону. Поэтому, если они это не восполнили, то у них не найдется возможность этой, то буквально в среднесрочной перспективе в несколько месяцев они могут просто все закончиться. Знаете, я представляю себе, прошел этот, как вот одна из наших экспертов говорила, прогон по зонам, о том, что на самом деле там происходит. И вот я представляю вот этого заключенного, который думает, я вроде бы получил 10 лет, например, а не смертную казнь. Здесь к нему приезжают и говорят, ну у тебя или 10 лет, и он понимает, что это смертная казнь. Ну и хотел бы затронуть вопрос, тот, который мы сегодня уже с вами говорили. Помните, этот Пригожиных рассказывал им, что мне нужны ваши криминальные таланты для того, чтобы воевать на фронте. Мы видим эти криминальные таланты, что они там творят, да, вот у наших защитников, конечно, мотивации хоть отбавляй, но вот это страшное видео издевательство над украинскими военнопленными, вот, наверное, в очередной раз доказывает, все-таки с кем мы имеем дело, какой-то ИГИЛ российский, да, и как важно выбросить эту заразу с нашей земли. Вот, представляю, честно говоря, как сложно после всего увиденного удержаться, чтобы не мстить, но вот, как видим, наши ребята, хоть, наверное, все-таки сцепив зубы, да, но они соблюдают все международные конвенции, сколько уже было видео, где оккупанты чувствуют себя в плену лучше, чем в своей же армии. Ну, в принципе, обменный фонд-то нам нужен, да, и, кстати, появилась информация, что из-за страха перед контрнаступлением вооруженных сил Украины российские военные все чаще начали сдаваться в плен, чтобы сохранить свою жизнь. Какая ситуация на вашем направлении? Это наблюдается? Или вот все-таки на линии соприкосновения это россиянам сделать сложно? Ну, им это сделать сложно, потому что, да, ведут очень интенсивные бои, но когда есть возможность, конечно, они сдаются, особенно, если там разбита группа, да, и он выжил, он поднимает руки и не сдается. И, во-вторых, то, что вы говорили правильно, что наши воины придерживаются всех конвенций, они там проводятся регулярно и не инструктажи по этой точке, по этим вопросам, есть памятки специальные, поэтому они все знают, это все определено, ну, плюс само воспитание, как правило, в обществе нашем, оно не позволяет себя так вести с тем человеком, который тебе сейчас не может. Они боятся нашего другого, давно уже наши, особенно наши, там, спецподразделения, наши десантники, они все равно, давно демифили, ну, рассняли мифы с многих страшилок, которые пытались здесь, использовали раньше российская пропаганда. Они, например, вот кадыровцев использовали, как страх, они разгоняли такие легенды, что вот, когда в Грузии мы только сказали, что идут кадыровцы, все там разбежались, и, ну, вы помните, как они, для них, для любого из них, это появление некоторых наших десантных бригад, это уже была команда на старт. То же самое они пробовали с Вагнером, они еще с Сирией вот эти отрубования голов практиковали и запугивали, ну, соответственно, у нас это вызывало только большее застучение и желание наказать их, но не в ихний способ, а просто массово их конвенционально уничтожать, то есть так, как позволяют законы войны. И вот, поэтому и вагнеровцы уже давно снят с них миф самых крутых, самых жестоких, и которые могут там добиться любого результата, и враг от них бежит. Они уже 9 месяцев не могут взять бахмут, хотя бы хвалялись и рассказывали, как они быстро это возьмут, и что вся российская армия ничто по сравнению с ними. Кстати, Сергей, вот вы сказали о наших десантниках, которых они очень, ну, действительно боятся и как бы, да, занимают низкий старт, становятся в низкий старт, да, чтобы бежать. А насколько вот эффективны их десантники, которыми сейчас вот заменяют вагнеров? Это действительно тренированные солдаты или снова, как было у них в морской пехоте, берут туда всех подряд? Ну, смотрите, у них нету тренированных солдат. Большинство их лучших десантников погибли еще начиная с киевской операции, потому что они в основном на киевском направлении тогда собирали именно десантников и другие спецподразделения. Вот, поэтому сейчас это, как правило, серьезно доукомплектованные мобилизационным ресурсом лучше или худше обученные, но там в массе свои этого мобилизованы. Поэтому они даже хуже вагнеровцев в том плане, что вагнеровцы они хотя бы могут беспрерывно идти в атаки. Сергей, слышите нас? Да-да-да, слышу, извините, ваши коллеги набирали. Вот, вагнеровцы они под страхом смерти, они их постоянно просто гонят в атаке, они создают такой прессинг постоянно, за ними надо постоянно следить, постоянно надо наносить по них удары, это изнеможает любую самую крепкую оборону. Это для них экстенсивно, это очень много потерь, но они по крайней мере такой прессинг могут создавать. Все другие подразделения, они стараются более с опаской действовать, они при малейшем таком сильном огне, они все-таки отступают или прекращают наступательные действия. Поэтому сказать, что они серьезно усилились, наверное, нельзя. Скажите, вот британская разведка утверждает, что российские десантники получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» для наступательных операций. Это ведь вообще не оружие ВДВ, ведь эти системы, мягко говоря, не мобильны, поскольку дальность стрельбы, Ян, если я не ошибаюсь, до 6 километров, по-моему, максимум. Ну, это получается, вот такую махину огромную, практически нужно тянуть на передовую. Сколько она там проживет, как вы думаете? Ну, мы уже уничтожали не единожды такого типа системы. Это очень жестокое оружие, оно выжигает фактически все, что есть. Но это тоже был элемент их психологического давления на нас. Вот мы его сейчас подтянем, мы сейчас используем. Поэтому наши воины настолько закалены огнем, в том числе под этими установками, и многие из них были уничтожены. И, конечно, это не оружие десанта, это, как правило, оружие старшего начальника, которое дается для поддержки каких-то серьезных операций. Но у них уже настолько все поломалось, логика, потому что война слишком интенсивна. Где-то элементы и у нас есть кризисных решений, но у них они сплошные. Поэтому они, мне кажется, в спешном порядке, в авральном формируют, так как требуют от них Путин постоянных атак, формируют эти подразделения, усиляют, чем есть возможность, и бросают на передовую. Получают большие потери, отводят, заводят другие подразделения. И это такая смертельная круговерть, она уже больше года, а изменить они ее не могут, потому что, как у них там эта легенда, Путин никогда не отступает и никогда не меняет своих решений. Вот в этой парадигме они действуют и просто уничтожают. К сожалению, гибнут наши лучшие люди, но в гораздо-гораздо меньших количествах. Но просто мы их, мы для нас это реальные потери и боль. А своих они просто тоже, они уничтожают фактически профессиональную армию. своими. Да, у них как там песни, их российская поется, я тебя слепила из того, что было. Вот так у них и происходит. Так они, в принципе, и закончат. Спасибо большое. Сергей Череватый, спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины был в нашем эфире. Всегда ждем вас на Фридоме. Спасибо, Сергей. Спасибо.